ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Громкая музыка, вспышки фотокамер и сотни восторженных глаз. Еврофестиваль «Одиссея разума» собрал самых творческих и активных ребят со всего мира. На церемонии награждения участники вспомнили, как прошли четыре дня фестиваля и получили свои заслуженные награды. Мне очень-очень-очень понравилось, потому что тут очень много иностранцев. Я говорила с ними на английском и вообще тут прям все такое живое. Несмотря на много национальность мероприятия, к закрытию фестиваля юные омеры стали одной дружной командой. Они вместе танцевали по знакомой мелодии и смеялись над общими фотографиями. Наши дети, даже не владея языком, умеют найти и установить контакты. И это тоже очень хорошо, потому что все равно все всегда решается умением договориться. Так вот как раз «Одиссея разума» это такая площадка, которая учит наших детей договариваться. Командный конкурс, когда несколько представителей разных команд участвуют друг с другом, это как раз свидетельство того, что дети умеют договариваться между собой. И вот пусть так и будет. Пусть взрослые учатся у детей умение общаться. Фестиваль «Одиссея разума-2015» завершился. Здесь каждый участник нашел друзей со всего мира и открыл для себя новые возможности. А самые сильные команды получили золотого омера. Это очень волнительно. Мы долго работаем над этим. И когда мы получаем приз, мы получаем удовольствие от работы, от того, что мы победили. Мы научились танцевать индийские танцы, а Индия научилась танцевать русские. И вообще мы много узнали, пообщались и сблизились.